События, на которые я обратила внимание, друзья, и не только я, я думаю, что и другие блогеры также обратили на это внимание Владимир Познер. В связи с тем, что в стране есть закрытая ситуация, есть какие-то вопросы, наверное, связанные с закрытыми мероприятиями, которые не рекомендуется проводить с группой больших гостей, я так полагаю, что по этой причине Владимир Познер уехал праздновать свой день рождения в Грузию. Час назад BBC сообщает, что почему Владимиру Познеру пришлось улететь из Грузии обратно. Почему, друзья? Он приехал справлять день рождения. С ним была большая команда друзей его. То есть все прилетели по приглашению, но всем пришлось сняться и улететь обратно. Гостиницу, в которой остановился телеведущий Владимир Познер, и его гости закидали яйцами. Таким образом, участники акции выразили свой протест против позиции Познера по поводу Абхазии. В 2017 году в интервью телекомпании и меди он сказал, что не видел никакой дружбы между грузинами и абхазцами. Протестующие считают, что Познер не признает территориальную целостность Грузии и оскорбляет их родину. Они также были возмущены тем, что Познер, его гости и отель, в котором они остановились, нарушили правила карантина. В итоге Познеру и его гостям, приехавшим в Тбилиси отпраздновать 87 лет телеведущего, пришлось заплатить штраф и улететь из Грузии. Но, насколько я помню, по другим новостям они заплатили где-то по 600 долларов, и их было где-то около 30 человек. Также оштрафовали и саму гостиницу тоже на хорошую сумму за нарушение правил карантина. То есть они решили приехать в Грузию, потому что, я так понимаю, что им пообещали, что не будет здесь карантина, и все пройдет замечательно. Ведь это договариваются заранее, 87 лет. В Москве он, видимо, не смог это отпраздновать. Ну и потом и другая территория, тоже интересно. Но вот видите, как грузины так дружно отреагировали на ситуацию. Даже, друзья, не верится, что люди так дружно могут заступаться за свою страну. И не просто заступаться, они еще предприняли действия. С одной стороны, они оштрафовали, то есть народ выразил возмущение, в суд обратились, их оштрафовали за то, что они прилетели и нарушили правила карантина, и оштрафовали всех, кто там был на 600 евро или 600 долларов. Друзья, я не знаю точно, но вот что касается и гостиницы, гостиница тоже была наказана в этих же рамках. То есть страна, народ выразили возмущение позиции телеведущего. Это, друзья, говорит о многом. Это, друзья, серьезное действие со стороны грузинского народа. Это очень серьезное действие. Ну а как уж вы сами расцените, это вы сообщите мне в комментариях. Я Таня Карацуба, Сиит Бурхан. Ну вот и еще дополнение к вопросу о праздновании дня рождения Владимиром Познером. Он 87 лет, отмечал в Грузии, и как ему пришлось уехать из Тбилиси, круто и быстро ретироваться, где он собирался отметить свой день рождения. И все это прошло на фоне протестов. Гостиницу, в которой остановился Познер, как я уже сказала, его и друзей забросали там яйцами. Согласно сообщениям грузинских СМИ, вместе с Познером в Грузии прибыли 50 гостей. Я думала 30. Где-то я до этого слышала 30. Здесь сказано 50. Уезжая, им пришлось садиться в автобусы, чтобы отправиться в аэропорт в сопровождении полиции и под крики и шум протестующих. Часть протестующих всю ночь провела у гостиницы, где остановился Познер. Они не оставляли гостиницу. Там был большой шум, гам. И грузины, вы знаете, это Кавказ, это очень эмоциональные люди. Грузины рады, что Грузия, как государство, у которого есть достоинство, состоялось, не дала возможность оккупанту здесь проводить застолья и нарушать законы, заявила телеканалу Руставе-2 Елена Хоштария, основатель политического движения ДРОА. Самое главное, как она сказала, что не произошло то, чего хотела правящая партия. Грузинская мечта и те люди, которые оскорбляют нашу страну, так она сказала, что им пришлось улететь. Она этому рада, что в этом она видит национальную гордость своей страны. Она была одним из тех оппозиционных депутатов, кто в июне 2019 года протестовал появление российского депутата Сергея Гаврилова в грузинском парламенте, если вы помните, друзья, еще до приезда Познера. Она написала в соцсети о том, что российский телеведущий приезжает в Грузию для того, чтобы отметить свой день рождения, и привела его цитату «Больше Абхазия никогда не будет частью Грузии». Вот что значит, друзья, быть политическим обозревателем и говорить то, что тебе диктует политика страны. Оказывается, в другой стране ты можешь за это поплатиться, только за свое высказывание. Государство, у которого есть самолюбие, не должно пропустить через границы сказавшего такие слова, написала Хоштария. В августе 2008 года, после пятидневной войны между Грузией и Россией, Москва официально объявила о признании Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств. Подавляющее большинство стран мира считает Абхазию и Южную Осетию частью территорий Грузии. Грузия не признает де-факто власти республик и считает оба региона оккупированных Россией. Масло в огонь подлили передвижение и ужин, приехавших в одной из тбилисских гостиниц в Грузии, до сих пор в силе ограничения на передвижение и нахождение в публичных местах в ночное время с 9 вечера до 5 утра. У винотеля в Тбилиси, где поздно с гостями ужинали, собрались активисты и оппозиционные политики, сообщается также, что на некоторое время протестующим удалось отключить электричество в отеле. Но это, друзья, серьезно. Если они отключили электричество в отеле, это действительно серьезно. И я полагаю, что очень большая толпа собралась, видимо, так. Позднее представительница трудовой инспекции сказала журналистам, что отель оштрафован на 10 тысяч лари. Это 3 тысячи долларов США. Оштрафовали также и самих гостей. В МВД сообщили, что за нарушение правил изоляции карантина оштрафованы 32 человека. Еще 9 человек правила не нарушали, сказали в МВД агентству Интерпресс-Ньюс. МВД Грузии опубликовало фото квитанции, согласно которой человеку по имени Познер Владимир Дмитрий, так Познер был записан при рождении во французских документах, был выписан штраф в 2 тысячи лари, это 600 долларов США. В министерстве сообщили BBC, что все наложенные штрафы были выплачены, и только после этого Познер с гостями покинули страну. Сам телеведущий заявил РИА Новости, что не он, ни кто-либо из его друзей компании оштрафованы не были. Ну так это или не так, друзья, это уже дело чести МВД Грузии, а Познер, он может, конечно, сказать все что угодно, но вряд ли он будет обманывать. Тоже ведь это, друзья, не просто так. Между прочим, как сообщается, что Познер въехал по американскому паспорту в Грузию, не по российскому. Акция продолжилась у гостиницы «Румс» в центре Тбилиси, куда после ужина переместились Познер и его друзья. Активисты оставили надпись на асфальте у гостиницы «Вон из Грузии». Здание они также закидали яйцами. Ну и утром в четверг, это значит сегодня, 1 апреля, Познер, которым исполнилось 87 лет, и его гости улетели обратно в Москву. Регулярных рейсов между российской столицей и Тбилиси сейчас нет. «Телеведущий отказался оценивать сложившуюся ситуацию. Я никому не даю никаких интервью по поводу произошедшего. Я только прилетел и никому ничего не комментирую», сказал Познер Интерфаксу. Зато оценку несостоявшемуся празднику дал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистки настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси. Мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление. «Мы признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян», сказал Дмитрий Песков сегодня. И он добавил, что в Грузии опасно для российских граждан. Выступая на заседании правительства в четверг, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что Познер, который помимо российского имеет гражданство США, не нарушал закон Грузии об оккупированных территориях Грузии. Он часто гостит в Грузии, пользуясь паспортом США. Это был его очередной визит частного характера. Вместе с тем, в соответствии с постановлением правительства у него и сопровождающих его лиц, был так называемый COVID-паспорт и отрицательный ПЦР-тест. Они въехали в страну в полном соответствии с законом», отметил премьер. «Что касается собрания гостей в одном из заведений Тбилиси, без учета существующих регуляций, по словам премьера, это было нарушением и неприемлемо. Соответствующие структуры мгновенно отреагировали на нарушение, оштрафовав как заведение, так и каждого нарушителя», заявил премьер. При этом Гарибашвили в очередной раз обрушился на политических оппонентов. Крупнейшую оппозиционную партию Единое национальное движение он назвал ЕНД самой деструктивной силой, которая воспользовалась тем, что группа граждан решила выразить протест. Вот так Грузия отреагировала на приезд Познера. Он там бывает часто, как мы это уже поняли, что это его любимая, видимо, страна. Вероятно, много друзей у него там, видите, собралось 50 человек, из них только 32 приехавших, все остальные, вероятно, были местные гости. Но неприятно, я вам хочу сказать, конечно, в день рождения, в 87 лет, получить такой подарок. Однако это, друзья, результат деятельности, и трудно осудить ту сторону, которая выразила протест. Как вы думаете, друзья, правильно ли грузины выразили свой протест Познеру, который, ну, в общем, который придерживается политических взглядов российского производства? Может быть, у вас есть какое-то другое мнение? Я надеюсь, что мы подискутируем в комментариях под данным видео. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Сиитбурхан.